Меня зовут Фильма Фил, и сегодня я расскажу вам о фильме Кукла. Выходи, поиграем, прекрасно играется. Нам показывают девушку, которая едет на машине в неизвестном направлении. Подъехав к очень странному дому, девушка выходит и направляется в дом. Она начинает осматривать все вокруг, обращая внимание на то, в насколько старом стиле построен был дом. Также она видит картину, на которой изображена семья. Немного погуляв по дому, к ней сзади подходит мужчина, отчего девушка очень сильно пугается. Мужчина представился Майклом, он работает курьером в этой семье, и он привез к ним продукты. Пригласив девушку помочь, она соглашается. Девушку зовут Гретта Эванс, и она приехала в эту семью работать сиделкой из другой страны. В ходе разгрузки девушка спрашивает, какая это семья? Майкл отвечает, что семья добропорядочная, и таких сейчас уже тяжело встретить. Обернувшись, девушка видит перед собой пожилую женщину. Именно она взяла Гретту на работу, и они вместе направились посмотреть на ребенка, за которым Гретте придется смотреть, пока семья будет в отъезде. Бабушка знакомит Гретту со своим мужем, а также с ребенком по имени Брамс. Но оказалось, что это вовсе не ребенок, это была кукла. Девушка посмеялась, подумав, что это шутка, но семья настроена крайне серьезно. В комнату заходит Майкл и начинает разговаривать с этой куклой. Гретта не понимает, что тут происходит. Показав куклу Брамса, пожилая женщина начала просвещать ее в график, что и как ей нужно делать с этой куклой. Брамса нужно будить, одевать, кормить, а также учить с ним уроки и изучать поэзию. Вечером Гретта позвонила своей подруге. В ходе разговора мы выясняем, что Гретта уехала от своего бывшего мужа Коула, который постоянно ее преследовал. И ей срочно понадобились деньги, поэтому она и согласилась на эту работу. Наступает утро. Мама начинает отчитывать Брамса за какие-то проделки. Папа встречает Гретту возле двери и передает ей график, по которому нужно строго следовать. Объясняя это тем, что Брамс очень сложный и привередливый ребенок. Передав куклу Брамса девушке, семья уезжает. После уезда семьи, Гретта игнорирует все правила, о которых ей рассказала семья. Она просто ест, пьет вино и читает газету. Ночью этого дня Гретта не может уснуть, поэтому решила немного прибраться. И выйдя в коридор, она замечает Брамса, сидящего на стуле возле камина. Девушка берет его и швыряет на стул в другую комнату. Гретта вновь проснулась, потому что услышала детский плач. Взяв свечку и дойдя до картины, ее за шею схватила рука. Оказалось, это был сон. Она пошла проверить Брамса, но он сидел в том же стуле. Положив его на кровать, она ушла заниматься своими делами. Ей явно скучно находиться в этом доме. Позвонив своей подруге, она не взяла трубку. И Гретта оставила сообщение на автоответчике, чтобы подруга ей перезвонила. Раздался звонок, но подняв трубку, Гретта услышала невнятные шумы, где на заднем плане кто-то тяжело дышал. Проснувшись с утра, Гретта пошла встречать Майкла, который привез еду. Гретта начала расспрашивать его, почему пожилая семья так возится с этой куклой. Майкл рассказал ей, что Брамс погиб при пожаре. После чего он пригласил Гретту на свидание, и она согласилась. Вечером Гретта вновь разговаривает со своей подругой. Рассказывает ей о предстоящем свидании с Майклом. Но подойдя к зеркалу, Гретта увидела, что кукла на нее смотрит. Закрыв дверь, она продолжила разговор с подругой. Вечером девушка моется в душе, и кто-то явно за ней наблюдает. После чего забрал ее одежду и кулон. Начав одеваться, Гретта замечает пропажу. Она не понимает, что происходит, поэтому пошла проверить Брамса. Но его не было на кровати, куда она его положила. А также она заметила открытый чердак, откуда издавался шум чьих-то шагов. Она пошла проверять, что там происходит. И вдруг чердак захлопывается. Увидев в окне своего нового знакомого, она зовет на помощь. Но он ее не слышит и уезжает. Оставшись одна в темном чердаке, Гретта пытается найти выход. Но подскальзывается и теряет сознание. Очнувшись с утра, Гретта спускается с уже открытого чердака. И видит в комнате полный беспорядок. Тогда она пригласила Майкла, чтобы он ей помог. Майкл сказал, что осмотрел весь дом, но не нашел ни единой души. Поэтому он списывает все на несчастный случай. Вечером этого же дня Гретта чистит зубы. И заметила непонятный силуэт, который прошел за ее спиной. Зайдя в комнату Брамса и повернув его голову, Брамс поворачивается. Это вновь оказался кошмар. Она чувствует, что потихоньку начинает сходить с ума. Тогда она решается проверить Брамса. И открыв дверь, видит на пороге свою обувь. Зайдя к Брамсу в комнату, он уже был в сидячем положении. А рядом с ним лежал тот самый свод указаний, который оставила ей семья. Он явно намекал Гретте, что она играет не по правилам. Гретта пугается и выбегает из комнаты. Вдруг зазвонил телефон. И на конце провода был ребенок. Он спросил у Гретты, почему она не следует правилам. Почему ты не следуешь правилам? Убейте! Гретта конкретно напугана. Немного успокоившись, она села на пол. За дверью кто-то начал ходить. Под дверь кто-то поставил тарелку. И детский голос сказал. Открыв дверь, Гретта видит перед собой сэндвич, который она делала себе когда-то с утра. У нее начинается истерика. Вернувшись к Брамсу в комнату, она забрала правила. Нам показывают кадры той самой семьи. Они написали прощальное письмо Брамсу. Написали, что очень сильно любит его. И после законченного письма, оба зашли в воду и утонули. Они покончили с собой. Гретта тем временем начала следовать всем правилам. Будить Брамса с утра. Готовить ему завтрак. Читать литературу. А также гулять с ним по вечерам. На следующий день к ней пришел Майкл, который принес письма. Он замечает, что она начала ладить с Брамсом. А также зовет ее на свидание сегодня вечером. Но Гретта в этот раз отказывается. Ей нужно следить за куклой. Майкл уходит. А Гретта, подложив Брамсу еду, начинает с ним разговаривать. Поняв, что ее затея глупа, она выбрасывает еду, которую ему приготовила. И вернувшись обратно, замечает, что Брамс сдвинулся с места. Тогда Гретта зовет Майкла в дом, чтобы он убедился в том, что Брамс жив. Чтобы доказать, что Брамс жив, она сажает его на пол и обводит мелом, чтобы можно было увидеть, как он сдвигается с места. Майкл считает, что Гретта просто шутит, либо у нее едет крыша. Вернувшись в комнату, Брамс не сдвинулся с места. Они уходят из комнаты вновь. И во второй раз, они уже слышат за стеной шаги. Вернувшись обратно, Брамса не было на месте. Выйдя на прогулку, они начали обсуждать Брамса. А также Гретта рассказала о своем парне, из-за которого она переехала из Америки в Англию. Будучи беременной, ее бывший муж избивал ее, отчего однажды она потеряла сознание, и у нее случился выкидыш. Гретта считает, что она не просто так оказалась в этом доме. Ведь однажды она тоже потеряла ребенка. Вернувшись домой, Майкл и Гретта переместились в постель. Но Брамсу это явно не нравится. Поэтому он включил на всю громкость музыку на граммофоне. Переместившись на кухню, Майкл предлагает Гретте переночевать в отеле. Но Гретта отказывается, а Брамс наблюдает за их разговором. На следующий день, вернувшись домой после прогулки с Брамсом, девушка увидела своего бывшего мужа Коула. Коул спрашивает, где же мальчик, за которым она присматривает. Гретта признается, что никакого мальчика нету, и ее наняли сиделкой для куклы. За ужином Коул зовет Гретту обратно домой, говоря о том, что он изменился. Но вдруг в дом заходит Майкл. Отойдя на разговор с Греттой, Майкл просит Гретту выпроводить Коула из дома. Но Коул выходит вслед за ними. Разговор прекращается, и Майкл садится к себе в машину. Коул остался с ночевкой. Гретта просыпается от криков Коула, который зовет ее. Придя на крик, он указывает ей на надпись и спрашивает, кто это сделал. Кто-то крови на стене написал слово «Убирайся». Она говорит, что это сделал Брамс. Коул начинает кричать и пытается отобрать у Гретты куклу. Но в комнату забегает Майкл и просит его прекратить. Коул разгневался и разбил куклу. В доме стали происходить странные вещи. Коул услышал какие-то звуки за зеркалом. Вдруг зеркало разбивается, и оттуда выходит человек в маске. Это был Брамс. Он нападает на Коула и убивает его. После чего хватает Гретту, но Майкл ударяет его по голове. Майкл и Гретта спрятались на втором этаже. Найдя потайной выход, они заходят туда и видят перед собой обустроенную комнату. Именно здесь Брамс и жил. Боже, правый. О боже, что это? Он хорошо устроился. Девушка находит прощальное письмо родителей Брамса и понимает, что они покончили с собой. Они уходят, и на них вновь нападает Брамс. Он избивает Майкла, после чего тот теряет сознание. Потом детским голосом просит Гретту вернуться. Но Гретта убегает, но поняв, что Майкл еще там, возвращается обратно. Берет острый предмет и идет на разведку. Из конца комнаты появляется Брамс и подходит к девушке вплотную. Она гонит его спать, и Брамс слушается ее. Она приказывает положить ему предмет, которым он ударил Майкла. Гретта укладывает Брамса спать, но Брамс отказывается засыпать без поцелуя. Девушка соглашается, но Брамс целует ее в губы. Она достает предмет и протыкает Брамсу живот. Он откидывает Гретту и начинает ее душить. Но Гретта всадила ему предмет поглубже, отчего Брамс ослаб и упал на пол. Гретта забирает Майкла и уезжает из этого дома. Но мы видим, что Брамс остался жив. И он воссоздал из осколков куклы Брамса заново. На этом фильм заканчивается. Обязательно посмотрите мои другие пересказы по подсказке. А с вами был Фильмофил. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok